Всем привет! Сегодня с нами два замечательных тату-мастера Полина и Слава Слимовы Слимовы! Правильно зовут? Эти два мастера уникальны не только тем, что они очень хорошо делают свою работу, но еще вы и пара И как бы это не так часто встречается Расскажите, как все это начиналось у вас? Может быть, как вы начали, попали в этот мир татуировки? И все в этом роде, и как познакомились? Ну, познакомились мы, на самом деле, на тату-фестивале Это было 5 лет назад примерно Я там работала моделью боди-арт А Слава висела за колени вниз головой И, собственно, пока я ходила по клубу и участвовала в фестивале Слава меня, видимо, запримечил И потом очень долго искала в социальных сетях И в итоге нашел, и мы познакомились Но вы оба из Ижевска были, да? Да, мы оба были из Ижевска Нет, Слава приехала из Нефтекамска И какое-то время жил в Ижевске Он никогда не приятно Хорошо, не буду Вот И потом мы расписались И у нас оказалось очень много общих интересов Решили как-нибудь встретиться И в этот момент оказалось, что мы живем в соседних домах Так как расписались или списались? Списались! Нет, мы списались Я долго ей спал, наверное, такой И наткнулся на ее страничку в соцсетях Как раз-таки с фотографией с этого фестиваля Случайно заметил О, это та девушка, которая ходила На которую я весь день смотрел Та самая, которая? Да Решил ей написать Оказалось, мы живем в соседних домах Через пять минут мы уже встретились Ну и больше не расходились, в общем Интересно Вопрос был Так как у нее были татуировки Я спросил ее, не хочет ли она заниматься тоже татуировками На что она ответила Так, как-то нет То есть, с самого начала вы не хотели, не думали об этом? Нет, я занимался этим Но я занимался как, ну, по выходным Как хобби Как развлечение Забивал там друзей Ты не была в этом вообще, да? Нет, я на самом деле всегда к татуировкам То есть, я первую татуировку сделала уже в 15 лет Но я к этому всегда очень ответственно относилась То есть, я делала ее в салоне И вторую, и третью И, соответственно, к вам с вами познакомились У меня было 17 Я к этому относилась серьезно То есть, я не хотела как-то там портачить Учиться на друзьях То есть, для меня прям К тебе Да Для меня это очень ответственная вещь И мне кажется, что татуировки не должны быть именно искусством А не наколками там И чем-то таким Поэтому мне это было неинтересно Но в выборе Славы Когда он спросил о аэрографии или тату Я сказала, конечно, тату Как бы развиваться в этом нужно обязательно Но только в профессиональном плане И в профессиональном салоне Вот Вы у кого-нибудь учились или как-то сами? На самом деле Я первую машинку купил в единственном тату Славоне Тогда, на то время В Ижевске Ну, мастер мне так не особо что-то конкретно рассказал Просто мне продал оборудование Не очень качественное Поэтому, ну, пять лет я развивался И думал, что у меня руки просто не с того места растут А, на самом деле было дело в оборудовании А, на самом деле было дело в оборудовании Пять лет, да Пять лет я занимался этим как хобби Вот так вот, потому что не было никакого прогресса И, соответственно, не было такого прям явного желания дальше стремиться к чему-то Потому что, ну, ничего не получалось Я уже думал, было прекращать этим всем заниматься Но, ну, мне надоело работать На кого-то? Ну, наверное, это происходит На кого-то просто каждый день вставать в 9 утра Ехать в офис, работать В целом вы сколько сейчас уже в татуировке? Ну, в профессиональном плане Два года где-то Два-два, два с половиной То есть, сам ответ на вопрос Учились ли сами у кого-нибудь? То есть, получается, что нет, да? На своем горьком опыте, скажем? В своем опыте, да, когда я уже конкретно решил уволиться с работы И купить оборудование Я купил... Что я купил? Влада-Блада Влада-Блада, да И понял то, что у меня руки-то нормальные А, как оказалось И полосочки проводятся все хорошо и быстро А как первая машинка называлась, не вспомнишь? Она у нас сейчас есть Мы все еще иногда работаем Нет, она у нас в рабочем состоянии Это было два года назад Нет, вот эта вот, профессионально хорошая Перед Новым годом мы заказали там, по-моему, реалистик шейдер Да, Влад-Блад, реалистик шейдер, да Такая тяжелая, мощная тачка У вас в Ижевске сейчас салон То есть, вы там вдвоем или еще кто-то есть? Мы там уже не вдвоем То есть, мы открыли этот салон полтора года назад Тогда мы были вдвоем И мы все время искали мастера, который бы уже был готов в профессиональном плане Но, к сожалению, мы такого не нашли в Ижевске И этим летом к нам пришла девочка с опытом работы из Екатеринбурга Мы взяли ее на работу И сейчас нас трое И мы еще как-то начали волноваться То, что у нас нет каких-то курсов по обучению татуировки в Ижевске То есть, на очень таком самобытном опыте И как-то все это делается Но на самом деле, не совсем профессионально Не то, как должен вырастать тату-мастер То есть, обычно это бывает на коммерции Или как-то так, знаешь, поверхностно И мы решили, исходя из этих соображений Провести небольшой курс обучения татуировки То есть, мы набрали... Да, читал мастер-классы у вас там что-то? Мы набрали пятеро учеников Было собеседование Были у них творческие задания То есть, они все прекрасно рисуют Хотят развиваться То есть, там было очень много претендентов Мы отобрали их, вот обучили их А в Ижевске, вообще, сколько студий сейчас? Профессиональных у нас... Ну, хороших, скажем так Ну, как бы, просто как салонов У нас сейчас две студии Причем, вторая открыла сутрия Три Недавно А, ну да Три, да, получается? Три студии А людей сколько живет уже? То есть, конкуренция не чувствуется наверняка? У нас конкуренция просто жуткая Потому что, знаешь, пошла что-то вроде питерской моды Когда каждый школьник берет себе тачку И отбирает хлеб Вот, то есть, у нас очень много домушников Очень много таких мастеров Которые снимают где-то, ну, там, кабинетик Но, на самом деле, ну, каждого... Хороших мастеров очень много Да, каждому флаг в руки То есть, можно развиваться и где-то у себя в комнате это оборудовать У нас, например, полгода мы оборудовали в квартире Специально снимали Все было оборудовано То есть, как ты к этому относишься? Ну, понятно, да Если ты относишься к этому халатно То у тебя, естественно, там и будут с этим проблемы Дело не в помещении Нет В ответственность А сейчас какими машинками вы работаете на сей день? Ну, в основном я контурю Влад Бладом А крашу Шайеном Спирит? Да Нет, Тумблер у меня А у меня скиндуктор Hard Ими я делаю такие, ну, в основном небольшие работы Когда работа уже помощнее Я беру у меня новый сейчас Влад Блад Pro-Liner Он очень легкий и крутой Мне очень нравится Я прям его заценила Очень хорошо им работать Крашу обычно Крашу сейчас скиндуктором Я беру с Лавин Шайен Когда большой объем краски Вот Ну, как-то так Сейчас в каких стилях вы работаете? Для тех, кто не знает Ну, вообще, я как бы всегда работал в Neotradе Старался, по крайней мере, в этом работать Сейчас Как-то у меня уровень подрос И я перешел на реализм Но реализм тоже еще не полностью освоил Поэтому Для меня легко сейчас сделать Black and Grey То есть мне нравится это У меня это получается Пока я на стадии Black and Grey А начинал ты с чего? Как все? Начинал, да Со всего Алдуху Да Традуху Партуху Да А ты сейчас в каком стиле работаешь? Я экспериментирую тоже Но мне больше всего нравится бить Да, всякие мультяшки В основном контурные Мне нравится бить какие-то небольшие работы А я попробовала вип-шейдинг Мне очень понравилось Как раз таки с кондуктором И в последнее время Вот я буквально три работы сделала Маленькие в Black and Grey Тоже так, ну, увлекательно И Создал вопрос еще Вот так как вы пара И оба татуировщики Возникают ли у вас в отношениях проблемы с этим? Да, возникают Мы не видимся Мы живем на работе Мы реально живем работой Свинут друг другу к кушеткам, да? Мы иногда спим по очереди То есть, ну, мы, да Мы сейчас прям уже из салона просто не вылазим Поэтому временно Лично общение К сожалению, остается очень немного Обычно там Раз, не знаю, в месяц мы куда-то выезжаем Это или в Петербург То есть мы там забиваемся у своих мастеров Или куда-то, не знаю, по делам Там тоже в Казани смотаться Уже тоже отдых Может быть, ревность какая-нибудь есть? Что-нибудь еще? Ой, нет Мы как бы все время друг с другом на работе И у нас на самом деле очень прекрасно быть на одной волне То есть не когда там муж из одной сферы жизни Жена из другой Какие-то там корпоративы, ревности и так далее А наоборот, когда ты вместе занимаешься общим делом Вкладываешься в него реально То это очень важно То есть у нас в основном получается так, что Слава работает с утра до ночи А я занимаюсь там какими-то организаторскими делами И другими делами Продвижением студии Когда студию открывали Инициатива была исходила от Полины Потому что она как-то хотела развиваться Уже более серьезно Для меня это было так Ну, я делаю татуировки неплохо Поэтому я без разницы Где я подосидеть она Вот, но открыли салон в Вижевске Тогда салон был один, когда мы открывались Вот, и Полина полностью все сделала Весь дизайн, проект Ой, ну мне это нравится Ну, так как я уже знаю, что вы сейчас улетаете из России Да Расскажите о своих планах на будущее Что будете завоевывать в ближайшее время? Куда поедете? Ну, завоевывать хотим О планах конкретно не знаем Потому что все никак не можем определиться Мы, да, все время планируем, планируем И потом как-то А, да ну, давай в другое место В общем, мы что-то как-то не можем Но сейчас все зависит, на самом деле, я думаю От Славы То есть он буквально последний месяц Он начал очень хорошо развиваться в реализме именно И я думаю, что у него Если все получится А я думаю, что получится Потому что все это идет очень быстро в гору То мы бы как-то Зрителям скажем, куда вы едете-то? На какую конвенцию? А, мы едем сегодня утром Мы улетаем на конвенцию в Милан Милан Тату Конвеншн Это, ну, международное мероприятие И самое крутое, что там будут 250 самых крутых мастеров мира Мы даже сейчас... А труски, кстати, много будет? Смотрели? Труски полно По-моему, 11 или 9 мастеров Я помню, что там будет Тидан Вот наша мастера Рябова и Саша Ахарин Саша Унисекс И еще что-то такое Из Казани наверняка никого не будет? Вроде бы нет Из Казани вроде нет Мы как-то на самом... Я не запомнила Не, по-моему, из Казани нет точно В этом году вы будете участвовать на Казанском фесте? Есть ли вообще... Да, мы сейчас... Да Мы никогда не занимались... Нет Мы никогда не участвовали в фестивалях Потому что, ну... То есть никогда вообще в целом? С последним Казанским просто, видимо, поздно как-то решились И там уже все переносилось в другое место Там просто места не осталось Мы решили как бы не участвовать Хотя мы до этого были, ну, просто как зрители Как участники и демонстрировали свои татуировки Только вот как раз на двух Казанских фестивалях После этого уже решили не мелочиться И сразу в Милан Так, сейчас... Вы прыгнулись, в общем, да? Да А что это Казань? Что Москва? Понимаю, что уровень уже... Ну, подросся и я могу, в принципе Для своего опыта Поучаствовать в фестивале Сейчас мы будем участвовать в этом году в Питерском В двух фестах В Тату Уикенд И... Ну, в самой Конвенции То есть в Международном, да, и в Питерском В Милан сейчас летим пока как модели Угу Но... Хотелось бы, конечно, уже... Ну, даже хорошо, что как модели Потому что лучше бы посмотреть, как Панчо работает Чем посидеть Ну, можете по-русски сделать Вести в уголочек кого-нибудь, забить там татуху Да-да-да-да Оп, там... А Бифрус же на русском разговаривает Да Сделай мне эту игру На самом деле, знаешь, что, допустим, местные итальянские мастера Там даже, ну, уровень, как бы, такой, не топовый То есть там можно было бы, конечно, поучаствовать Просто... Ну, как-то не знаю Ну, вот, за карьеру вашу, то есть с татуировщиком Какой самый трешовый случай у вас был? Какую татуировку вы трешовую, может, делали? Может, что-то происходило интересное? Ну, вообще, у меня есть один клиент такой постоянный Он делает постоянно очень смешные татуировки Артур его зовут Да, Артур Передайте привет, Артур Привет, Артур Последнюю татуировку он делал на черепе И когда я вот только начал развиваться, как в профессиональном плане Это был один из самых первых клиентов моих Он пришел с парточками такими перекрывать Перекрытие вроде получилось И ему понравилось, и он стал ко мне ходить Вот, но весь его прикол в том, что он делает очень смешные татуировки И такие, как, например, ну, большой фак на всю спину Человечка тривиальный, большой и черный Он не захотел как-то его стилизовать Он захотел прям такой Да, я долго отговариваю постоянно Вот, каждую татуировку он приходит И мы с ним час просто говорим И ржем Зачем тебе это? Просто смеемся над этим Это же весело А у тебя что-нибудь было? На лице у него татуировки есть На коленках там смешные такие с надписями Я же большой в ней можно Да, по славянным эскизам Они там просто все время сидят надписи придумывают Очень крутые А потом забывают, к сожалению Наверное, мужевский он известный парень Да На улице, думаю, тыкают пальцем У нас во всех тыкают, на самом деле, мужевский пальцем Слава Гарри Поттера, я думаю Такуют очень часто Нет, у меня Гарри Поттерша Света не видел Потому что мы били его буквально там Ну, в последние месяцы Рука в процессе находится А вот ноги у меня уже были сделаны И как бы, ну, тяжко веже с этим жить Ничего Нет, у него забавные случаи С ногой постоянно бывает Потому что у нее на ноге Джим Кэрри В образе Гарри Поттера Из фильма «Всегда говори да» Где он пришел на вечеринку Переодетый в Гарри Поттера Вот, и по этой фотографии сделан ее портрет Поэтому люди смотрят, когда говорят вначале Это же Джим Кэрри или Гарри Поттер Не понимаю, да? Да Забавно, да В Водкинске, когда мы ездили в маленький город Удмуртии Бронировать место свадьбы Там просто мужик мне сказал А почему у тебя Гарри Поттер со свастоном на лбу? Это так понятно В плане по поводу развития Вот, что бы вы хотели посоветовать начинающим мастерам Которые или собираются начать заниматься Или уже на начальных этапах? Что бы ты посоветовала? Я хотел бы посоветовать правильно выбирать исходники И эскизы Прорабатывать до конца Чтобы не получались портаки Кстати, спасибо большое Валентине Рябовой Что пока я у нее забиваюсь И пока мы с ней Ну, как-то общаемся на тему Или мы видим, как к ним приходят клиенты Мы поняли, как выбирать исходники Ура! То есть мы прям реально Осознали, как это делается И когда плохой исходник То эта татуировка будет плохая Вот А так я бы еще посоветовала Ну, на самом деле в развитии Пусть это будет автология Но главное развиваться То есть не стоять на месте И куда-то двигаться Если чувствуешь, что заострял То нужно что-то делать, да? Да Да, надо посещать мастер-классы какие-то Все равно, чтобы У тебя более опытные мастера Тебе уже подсказывали Что у тебя не так Потому что если самому все это делать То это можно ни к чему не прийти Потому что просто глаз замылиться Вот Мне, например, Полина подсказывает Очень часто Когда я делаю татуировку В конце Подходит Полина Ищет косяки Говорит, что где не так Что где не будет делать Да, я вроде такой сижу старая-старая Сделаю татуировку Такой, о, так шикарно Полина приходит Показывает все Пальцы у нее показывают И все Клиент такой сидит в датуировке Да, причем когда я еще не делала татуировки Это был год назад Я там подходила просто перчаткой так тыкала Такая вот здесь, здесь, здесь И клиент такой В шоке сидит А потом уходит все равно с намного более лучшей работой Потому что ну как-то реально С взгляд со стороны Да Замыливаясь Ну вообще, ну ты как получается Знаешь, как в художке Когда ты там что-нибудь рисуешь очень долго И тебе говорят как бы Ты не понимаешь, что у тебя не так Это один на два метра То есть вот Опять же очень полезно По поводу художки вы заканчивали что-нибудь? Да, конечно У меня художественная школа И в универе я учился по художественной специальности Как вы считаете, должен быть художник художества? Обязательно Обязательно Потому что если человек учился в художке У него прям видно по каждой линии То, что она правильно построена Имеет свою плоскость И уже как Уже контур видно То, что это плоскостями построено все И продуманно сделано Кого в России вы бы хотели отметить там Несколько мастеров? Своих любимых мастеров Саша Харин, который мне делал рукав И сейчас будет в Милане Мне продолжать делать второй Валентина Рябова Я просто видела как раз на Казанской конвенции Первый раз Это где-то 20 лет назад с ребятами познакомились И вот с тех пор горело желанием сделать ее антуировку Мы, собственно, сделали одну работу Потом начали делать рукав И как бы он у нас сейчас в процессе То есть, мне кажется, что она вот как профессионал Она реально очень-очень хороший мастер Причем она не так давно пьет Но очень-очень круто, мне кажется Она рисует, мне кажется, просто изначально Да Также мне нравится в России Ну, вот Денис Тедан, мне кажется, он крутой Он вообще из России Да, он из России Еще по-то фамилии у него какая-то Это как мастер, когда такие игрушки делает, да, маленькие? Да, очень прикольно Фаминых мне нравится на... То, что у него детализированные работы очень... Захвативаешь Да, прям глаз не оторвать, когда смотришь на его работы Сармаев мне нравится, то, что он делает такие прикольные вещи Сам их рисует Ну, фрихендит в основном Да Хаски Хаски Он прикольный, что ты сказаешь? Вот нескульщиков я в России как-то особо раньше не замечал Как Хаски появился Он просто так начал развивать нескульство Я не знаю, кто еще в нескульстве занимается больше На самом деле, есть очень много мастеров в России, которые действительно вдохновляют Но в последнее время я как-то смотрю больше на европейских, потому что это уже понятно здесь Кто вас вдохновляет сейчас? Или есть какой-то идол там? У меня что-то в последнее время на панчо Это просто же божественно Какими вы используетесь красками, кстати? С черным? В основном у нас палитры тяным Мы сейчас хотим покупать интензу, просто так попробовать А пробовали в Warfamous? Нет, еще не пробовали, но уже не слышали Да, хотим как раз попробовать тоже Вообще хотим обновить сейчас палитру И как бы мы вообще только за развитие То, что появляются там новые производители Какие-то там другие появляются в нашем рынке Вы делаете какие-нибудь маленькие работы Или только большие делаете? То есть там, если ты делаешь реализм, портреты Но вы делаете там надписи тоже, может быть Ну, понятно, что дело, что вы их не выкладываете никуда Нет, конечно, не выкладываю Но сейчас я вот У нас вот Лера сейчас мастер делает маленькие работы Не хочу ее обжиматься Ну да, на самом деле Сейчас я настроен на более крупные проекты, масштабные Поэтому я либо человека отговариваю В принципе делать маленькую татуировку Потому что это не очень красиво выглядит на теле Если, допустим, надпись какая-то Я просто посылаю другому мастеру В нашей студии Потому что человек работает в графике И ему это интересно И все-таки в надписях есть же еще искусство каллиграфии То есть не просто ты распечатал и вбил А как ты это сделал красиво То есть я думаю, что этому тоже стоит уделять внимание И каждая татуировка, она важная Ее можно сделать красиво А в маленьких работах, допустим, я делаю маленькие татуировки Мне тоже кажется, что это довольно-таки интересно Можно поупражняться и сделать это все Ну, стикеры Стилистика стикеров Мне, в принципе, очень близка и понятно Кстати, вот если, допустим, я глупая девчонка Которая хочет себе какую-нибудь маленькую надпись Или даже тут бесконечность глупого взять Я хочу сделать ее вот у тебя конкретно Я не буду делать ее Если я захочу тебе 20 тысяч заплатить, тоже не будешь делать? Да, мы отказываем Ну, то есть ты выступишь в свое Да, у нас был случай недавно У нас просто истерики очень часто из-за этого повода у клиентов У нас непонимание по телефону возникло, что она... Ну, я не расслышал место, куда она хотела делать Вот, и когда она пришла В салон и сказала, мне наломок татуировку надо А я 50-ая, она большая очень Да, и как бы... И невменяемая Далеко не идеальное состояние тела Тоже забавный случай Но нам было не смешно Просто я отказал И как бы предлагали крупные суммы денег И мне это неинтересно делать Просто звонит ей, мужик такой Я доплачу, я еще доплачу Я еще доплачу Он такие, нет, извините, пожалуйста, но нет Мы, когда начинали работать, никогда не работали за деньги То есть, ну, в плане того, что Как бы побольше заработать Ну, и в плане творчества В плане творчества, да Мы можем человека просто отправить в другую студию Если у нас реально не совпадают интересы Если он нас не понимает, то, что мы ему объясняем Он может просто со своим эскизом, который он там Ему, не знаю, ребенок в 7 лет нарисовал Идти в другое место сделать Вас в Ижевске узнают уже, если уйдете по-моему? Да, узнают довольно-таки давно Да, я как заметил, очень хорошо так Видишь еще? Быть, ну, более-менее известным человеком Потому что везде приходишь, везде Летом, когда ты летом гуляешь Пожалуйста, держите вот это Пожалуйста, ваш чай Как бы знаешь, и на самом деле очень приятно Когда идешь по городу, здороваться с людьми И понимать, что он тебе вот машет рукой На нем твоя работа Ну, в общем, ну, прикольно, мне нравится Хотя у нас проблемы с тем, что мы не запоминаем людей Людей, да По татуировкам их узнаем И так это стыдно На лицо-то ты не смотришь особо, когда работаешь Да, да Я когда, да, сажусь работать Я сажусь, я могу Если у меня есть настроение, я очень мало разговариваю в процессе работы Если так есть настроение, я расслабленный, работаю Я так не спеша, я могу еще с человеком поговорить Обычно я, когда сажусь за проект Я сажусь его, делаю, встаю такой А, ты вот так выглядел, да? Поэтому не запоминаю людей А когда человек проходит, здороваться Так, как бы, здороваешься вежливо И думаешь, что это было Да, кто это было, как бы Ну, если человек не увидел на нем свои работы То так приходится вспоминать Я хочу пожелать мастерам Начинающим, начинающим и всяким разным Уважительно относиться к своим клиентам Любить их И главное, любить свою работу Потому что, когда любишь свою работу То все очень хорошо получается И когда ты отдаешься делу с полной душой То твои работы, они начинают быть именно творческими Как картину художника Давай Всем пока, спасибо, что были с нами Увидимся на конвенциях Да, приходите к нам, мы будем очень рады Все, тогда начнем Ага Так, как ваша фамилия правильно произносится? Слимова Сли-мо-вы Все, начинаем? Угу Полина, Слава, Слим-мана-вы Слимана-вы Слим-а-вы Слим-а-вы А, Слим-а-вы Типа, как... Слава Слимов Слим-а-вы Слим-а-вы Размер, да? Ага Да Джинс Ну да Тот нея Тот нея Тот нея